В краю, где сладок каждый вдох, в высокогорном Гунибе побывала наша съемочная бригада. С наступлением лета край приобретает все большую популярность у туристов. Всех привлекают красоты этого места, но мало кто знает о том, что район таит в себе немало загадок. О забытых легендах и преданиях народов Дагестана расскажет моя коллега Ларьяна Шамхалаева. А справа у нас открывается Гуниб. Кто не видел Гунибский район, тот в Дагестане не был, говорят горцы. В Котловане Андалалской долины есть село, именуемое Чох, Ганада, где родился самый молодой наиб имама Шамиля и заброшенный Гамсутль, аул-призрак. Когда-то в этом ауле кипела жизнь, была школа, поликлиника, библиотека, множество домов, а сегодня лишь руины, у которых крыша неба. Я нахожусь в селе Гамсутль. Последний житель этого аула прожил здесь в полном одиночестве 14 лет. Но, тем не менее, посетить это село стоит хотя бы для того, чтобы прикоснуться к старине. Край интересен не только туристам. Любители древних легенд с удовольствием послушают предания, передаваемые жителями из уст в уста многие века. О красоте Камалиль-Башира слагали песни по балладе за непристойное поведение. Местный Джамаат принял решение расправиться с юношей. Отец подумал и решил, что ради мира в селе, чтобы в селе не было кровной мести, что он сам убьет своего сына. Он привел своего сына в Гудикан, это место, где все люди сидят, общаются и перед всеми отрывают ему голову. Такая печальная легенда в этом селе. Гунипцы также рассказывают приезжим о дочери Хана, влюбленной в простого пастуха. О свадьбе молодых не могло быть и речи. Отец девушки был против. Хан это все узнал и отправил свою дочку высоко на гору, чтобы она там подумала за ночь и приняла верное решение. Ночью, естественно, девочка плакала, думала о своем возлюбленном и наутро уже нашли окаменевший пастух, выгуливал свое стадо в высоких горах, уйдил свою возлюбленную и тоже сам окаменел. Вдоволь надышаться воздухом гор, сквозь тернии пройти к водам серебряного источника – такую цель ставят перед собой многие туристы, ведь вода обладает омолаживающими свойствами. Сбежав от городской суеты, стоит приехать в Гуниб, чтобы на фоне вечернего неба разглядеть спящую красавицу, а за рекой Каракуйсу на скалах Кигера – очертания влюбленного чабана.